и 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 друзья как это не так то верно возьми ручку на секунду здравствуйте куб уважаемые любители летных фотоспорта вы тут шалим носимся вокруг скалы и я вам сейчас я покажу вокруг скалы летают у нас уникальная уникально красивая бы так сказал погода мы скопаем этом ну он тренировался от русского или так естественно ты муж нужнее потом я посмотрел думаю но почему он почему ему достаются такие виды с чем она заслужил в жизни давайте порассуждаем а вам нет и поэтому я вам решил хоть так показать причем заслужил был хороший человек посмотрите улыбается передавай привет кому так и я его учу летать вокруг вот этой так сказать горки дырки тут у нас провальчик такой красивый пел и нужно вот это вот принц и очень виды такие наверное завораживающие то есть ты летаешь вершина вокруг ее со всех сторон сходит восходящий поток ветер у нас 8 км в час всего лишь поэтому мы действительно можем вот так вот вокруг этой вершины летать я смотрю сейчас на кадр действительно красивый такой динамичный именно поэтому я не смог пройти мимо и не показать вам вот это вот красотичью так опасно ли так вокруг горы летать те которые скажут а вы что на чтобы не всегда это вы же пилот вы же думать а вдруг какой-нибудь хитрый порыв налетит то вас и изнасилует но встретить здесь такого типа насилия также сложно как насильника в какой-нибудь нормальном парке можно но вряд ли потому что немножечко прогнозируется что сейчас происходит сейчас варится грозы у нас после трех часов для закапает естественно прежде чем так гонять я эту горку облетел сверху подюхал все потрогал на высокой скорости сейчас я летаю на 120 только потому что знаю что уже тут ничего страстного ждать не нужно до потрягивает иногда и так далее но 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 может быть ну ужас ну вот ужас 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 точно такого не будет вот и поэтому я учу своего ученика было плохому и рассказываю что так можно делать только если ветра нету если бы ветер был так смело летать вокруг вершины было бы опасно потому что можно было бы попасть в ротор если вы знаете как в речке камни обтекаются такой примерно также может обтекаться воздухом и скалы и соответственно будет звихрение такое жуткое такое ужасное звихрение которое может вот параплан увидели как сегодня складывался вот вот лети в скалу слева будешь обходить этим ужасе на ручку держит неправильно его все учу учу а он не хочет здесь мы будем аккуратны потому что нам придется нырять под облако иначе мы можем заблудиться и так сказать заснять на конечном контент огонь и переставляю закрыл и отбираю управление ученика перекажу на управление левой рукой я умею как правой таки левой чего и вам советую и вот здесь место где лежит соль горные козлы давайте сейчас попробуем их найти они поднимаются на эти скалы потому что здесь есть выходы соляные и можно сожрать немножко соли вот представляете вот прямо на такой ответственность скале я встречал этих козлов горных которые вот прямо тут прям стоит и лежит я сначала думал что они траву какую-то так сказать едят но потом почитал википедию и там написано что оказывается такой вид козлов лазит на такие скалы на которые альпинисты так сказать лазить боятся и в общем все из-за соли понимаете но из-за соли были раньше и бунты соляные когда соли не доставалось кому-то что мы здесь имеем красивого ролик у нас будет минут на десять youtube это любит поэтому мне еще шесть минут интернетить вам осталось я даже знаю чем мы займемся мы вот слетаем на двойную кромку там где в гренопольской долине облака низко а у нас облака высоко возьми пожалуйста ручку сохраняй параметры полета я покажу любит уважаемым любителям водопад о это озеро какое-то вот это озеро как вы видите вам течет потом это озеро начнет высыхать на принципе до августа должно хватить дать ручку лоб попробовать его что приблизить или как красиво туда бы пешком сходить поржать если посетить светит ногу ноги на пешком тяжело поручено плавили о увеличении уменьшение тела увидеть как я уже умею но не спингов конечно ну прям если вы горжусь порой так еще кружочек вот кстати самое неприятное когда вот так вот ноги на фоне скал проходят я вот так не очень люблю летать скалу ногами но в целом если есть скорость и так сказать расстояние до рельефа тут это все можно некоторые спрашивают игру девич вы же говорите что слепой увижу я действительно плохо операцию делал в детстве на глаза взорвав бомбу ну кстати без очков выходил в очках детьми отразнили очкарик четыре глаза похож на водолаза а потом взорвал бомбу на первом курсе вуза и узнаете исправился зрение какое-то время до ну лет до 40 ходил без очков а потом стареньким стал появилась дальнозоркость и близорукость в общем всякие напасти и вот вы можете считать что если хоть не дайте кто почти со слепым пилотом шутка а человеческий мозг уникальная такая конструкция которая умеет замечать некоторые вещи и например расстояние до рельефа я чувствую прекрасно как вы видите по полетам несмотря на то что например знаки не вижу на дороге я тебе напугал так между теми видите показываю как же здесь красиво и на самом деле злобствовать вот с этими такими полетами здесь не стоит то что нам эти впереди еще перевалы возвратные проходить я знаю как я здесь пролечу назад сторону дома но вы можете подумать ну все горды к волчку вот этот перевал он не проходит облетать далеко до дома не дотянет ведь здесь конечно сторону горы поворачивать час нельзя потому что она близко там туманчик и должен пилот осторожно идти при я теперь считаю что горой является так сказать вот это облако о а кстати мы сейчас пройдем прям рядышком водопадом я же снизился точно е-мое а я вам сейчас покажу водопад поближе были надо было раньше сделать тогда можно было сейчас сейчас скорость до 120 сброшу и мы сейчас может быть даже болото это увидим а она же не живо смотрите друзья пикируем водопад но как как говорят сгорел сарай горей хата пипистрель наш оборудован электрическим мотором поэтому в конце концов если я не смогу выпадить я запущу электродвигатель совершенно другая пилософия полета у пипистреля по сравнению с обычным планером друзья можно действительно и нужно довольно часто и красиво использовать электромотор для полетов потому что качество артономического пипистреля как вы понимаете все-таки несколько ниже чем у обычного планера но зато вот эта скорость выпуска двигателя она позволяет просто реально чудеса творить так ну что еще разочек пройдем рядом с водопадиком он как красиво так ну теперь чтобы левому разворотом не бойся я хорошо рулю левой рукой ведь блин далеко только получается зараза пока мы этот вираж делаем мы отходим от водопада друзья пытаюсь применяю все свои пилотажные способности вот он водопад еще вам видео я потом лапами в кулуар придут даже страшно становится так ну и давайте паскальку паскалом внизу пройдем там где как раз косы должны прятаться и потом по долине я помчусь назад вот кстати видите как облака на миска все-таки здесь висят почему я ничего не попала боюсь потому что здесь есть много мест внизу мной пристрелят их для посадки то есть я просто знаю поле до которого я сейчас дотягивает аэродрома я сейчас тоже дотягиваю но если перевал пройду а я уже не прохожу так что нам по-любому выпаривать где-то идем на сближение с рельефом скалы высокие гуры так сказать глубокие вот больше всего мне нравятся такие вот места где вот так смотрите елочки растут так вот можно иголочки посчитать и опять же вот о козлах вот это там козлы эти прыгают сольеды ведь как бы низко опустились в долину по сравнению с тем что у нас было водопад где был там уже лили снижение тоже у нас присутствует и между тем вот компьютер показывает что мы долетаем 240 метров мы долетаем до дома привозим 25 километров до дома вот вся эта красота всего лишь какая избушка красивая ведь как опустишься пониже так можно избушку на курьих ножках посмотреть какую-нибудь вот сейчас энергии очень много вокруг потому что будут грозы как я уже в начале ролика рассказывал поэтому я особо не парюсь по поводу того что где же я сейчас возьму энергию до возьму на дом и курьих листа козлов не видно чёт жалко она была же голубых экрана как раз вот эти две вершинки где мы начинали ролик вот вокруг них летали и мам приглажает преграждает так сказать путь вот эта страшная такая стенка ничего сейчас я эту стенку обойду вокруг вы кстати напишите в комментариях хотите ли вы это так вот такие долгие ролики смотреть и вот сейчас бы я уже готов наверно завершить 10 минут но будет вам бонус трек потому что мне самому интересно как я облечу вот этот ужас впереди как я найду поток поток вот под это облако ли есть мы там собственно выкарабкаемся обязательно а так-то видите до земли то осталось не так далеко вот куча полей ни одной из них не пригодна для посадки потому что не короткие кривые косы нормально не приземлишься но там внизу в долине есть поляна я ее знаю единственно что там сейчас висит трава высокая и мне крайне не хочется по такой траве сажать пепестрель но какие красивые горы посмотрите о какие так сказать острые скалы вариометры слышите пищи час но я уже выхожу на наветренную сторону и сейчас я честно говоря и 5 метров в секунду поток буду работать друзья потому что одновременно снимать и работать будет честно говоря не очень удобно есть поток будем арбайтом ведь на этой оптимистичной ноте до новых встреч клуба уважаемые любители ледных видов спорта до новых позитивных роликов в игре